Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как всегда, обо всем. У меня всегда такие видео сборные. Начну я с того, что продолжу чуть-чуть свой макияж. Сегодня у меня на глазах та самая палетка с голубыми тенями, которая Кле Депо. И сейчас я нанесла самый темный оттенок. Вот так он выглядит. На этой стороне немножко почему-то скатались тени. Я так думаю, что я просто нанесла тональный крем туда и слишком много его. Поэтому так получилось. В общем-то, этот оттенок мне очень понравился. Он оттеняет глаза. И хочу нанести хайлайтер. Просто потому, что у меня Кле Депо на глазах хочу и на скулы. У меня номер 16 оттенок. Это не новинка. Новинка такая больше с фиолетовым холодным цветом. А я даже можно сказать светом больше. А я хочу нанести свою. Собственно, из-за того, что она у меня есть, я не купила новую. Но наношу той же кисточкой родной, которая в этой палетке есть. Ну вот и все. Это такое нежное-принежное сияние. Даже не знаю, заметно ли оно. Помните, я вам говорила, что в этом хайлайтере есть такая мучнистость. Вот она сейчас заметна. То, что это не такой светящийся хайлайтер, как, например, Dior или Boi Brown. Это такой деликатный на полутонах. Ну, а теперь продолжим. Хочу я вам рассказать о том, что я получила. Получила я вот такую коробочку от Анны Гейл. Я уже и тут распаковала. Вот такая коробка. Давайте ее откроем вместе с вами, и я покажу, что внутри. Пилинг для кожи головы, маска для волос и скраб для тела и лица. Вот этот пилинг, эта коробочка, сам пилинг, вот. Этот пилинг не такой, как обычно, к которому мы привыкли, но они все разные, в принципе. Но этот вот меня удивил тем, что у него кремовая текстура. Отсюда вот так выдавливается. Просто обычный крем, который мы втираем в кожу головы. Можно использовать после шампуня, можно на сухие волосы. Если кожа головы жирная, лучше использовать после шампуня. А если нежирная, сухая, то лучше до мытья головы. После того, как его нанесешь, остается такое легкое ощущение свежести. Я не знаю, здесь, наверное, либо ментол, либо мята. Ну, так вот свежо потом чувствуется. Никакой аллергической реакции, никаких покраснений, ничего у меня такого не было. Поэтому я могу рекомендовать. Ради этой свежести стоит купить этот продукт, потому что очень-очень приятно. Особенно, знаете, мне кажется, это летом будет просто необходимый самый продукт. Поэтому заскриньте его и можете дойти на сайт. Я вам оставлю ссылку, посмотрите на него, прочитайте то, что вам нужно. Это для глубокого очищения кожи головы. Пользоваться нужно один-два раза в неделю, ну, как вам кажется. А держать его нужно 5-15 минут. Я держала где-то 10. Ни туда, ни сюда, чтобы было. И после промыла водой волосы, смыла его, и не мыла шампунем, у меня не было ощущения грязной головы. Наоборот, только свежесть. Этим он мне тоже понравился. И еще хотела сказать, что помимо очищения, он еще и укрепляет волосяные луковицы. То, что мне тоже очень необходимо. Предотвращает перхоть и зуд. И дает упругость и объем волосам. Вот, правда, не очень это мне понятно. Но, вероятно, от корня же у нас все идет и упругость и объем волосам. Про это мне рано говорить, потому что я только один раз использовала, как получила сразу. Второе – это маска для волос. Маска для волос выглядит вот так. Мне кажется, это просто мечта любой ванной комнаты, чтобы вот такая красивая маска стояла на полочке. Шесть месяцев, кстати, со дня открытия можно пользоваться. Это увлажняющая и восстанавливающая маска. Чем она мне понравилась? Тем, что когда ее наносишь в ванной, нет вот этого ощущения, которое я люблю. Вы так смываешь и прям чувствуешь, что у тебя волосы все распутаны. В общем-то, тоже как крем. И я даже подумала, неужели никакого действия не будет. Крем, кстати, очень-очень красивый. Такой перламутровый почти. Прямо действительно очень нежная кремовая текстура. Я использовала достаточно много. И после того, как вышла из ванной, тоже не было вот этого ощущения струящихся волос. Зато потом, когда уже я высушила волосы, ощущение не спутанных, не склеенных, хорошо промытых и не пушащихся волос было. Самое главное, чтобы волосы не пушились. Поэтому вот такое средство, если вы искали что-то, от чего волосы не будут пушиться, я вам рекомендую его. Я наносила на 2-3 минуты. Ну, как обычно, использовала как бы лизам. Еще можно использовать как маску конкретно. И тогда нужно оставить на 15-20 минут. Так я еще не использовала. Когда буду, я вам обязательно тоже об этом расскажу. Пока это такое знакомство с этими продуктами, с этой маркой для меня и для вас тоже. Еще есть одно средство для роста волос. Но я его не заказала. Следующий продукт, это то, что я обожаю, это скрабы. Скрабы для тела и лица. Этот скраб, в принципе, абсолютно ничем не отличается от всех остальных скрабов, которые такие же кофейные скрабы. Единственное, что я так давно уже не пользовалась ими. У меня вот, помните, этот бум был такой на эти скрабы. Вот с тех пор, наверное, у меня ничего не было. И вдруг вот это прикосновение меня так вернуло туда. И мне так было приятно пользоваться ради этого ощущения. Даже мне хотелось его иметь. Конечно, этот скраб имеет в составе масла, питает, увлажняет и скрабирует хорошо. Ну, мы все знаем, что кофейные скрабы хорошо скрабируют. Но единственное, что здесь какой-то мелкий совсем помол. Такой он легкий скраб. Ну, вероятно, поэтому он подходит и для лица. Но я для лица его использовать не буду, так как я не пользуюсь скрабами для лица вообще. Потому что у меня есть очень деликатные скрабы, но точно не такой. И я не буду его наносить на лицо для тела. Мне он очень подошел. Не могу сказать, что он чем-то отличается от других. Какой-то вау-ях. Нет, это обычный скраб. Просто если вы будете заказывать это, вот что-то для волос, можете заодно заказать его. Это натуральный состав здесь. Еще, конечно, хорошо пахнет он. Пахнет кофе. И он, знаете, еще такой плотный. Обычно все-таки скрабы не бывают такими плотными. Этот прям такой хорошо прессованный. Прям нужно набирать его оттуда. Мне это показалось интересным. К этой посылочке мы еще вернемся в других видео. Я обязательно вам расскажу побольше. И расскажу мое впечатление все-таки более полное от этих продуктов. Следующее, о чем я хочу вам рассказать или показать просто, потому что это запаковано, это парфюм. Помните, я вам говорила, что... Я снимала видео и говорила, что еще кое-что хочу заказать на Wildberries. Вот. Это парфюм от Hoga Boss. Это, наверное, самый популярный их парфюм. И все его знают. Такой беспроигрышный вариант для подарка кому-то. Это мужской парфюм. Оставлю вам ссылку на него, потому что очень хорошая цена на Wildberries. И мне кажется, что практически любой мужчина будет рад этому парфюму. Это такая, знаете, уже классика. Поэтому переходите, смотрите, сравнивайте цены и покупайте. Если вас интересует оригинал или нет, оригинал, можете не сомневаться. Еще кое-что вам хочу показать вот в этом пакете. У меня есть вот такое чудесное мыло. Я подумала, что это Нести Данте. Мне сказали, да, но я не вижу здесь ничего, если только они не переименовались. Но здесь написано La Florentina и Miligranul. Но Нести Данте не написано нигде. Это тоже мне подарили. Смотрите, такие большие куски мыла. Я не хочу открывать, потому что хочу просто пока оставить, потому что очень много дома и так мыла. Прям большой такой кусок. Вот рядом с моей рукой видно. Пахнет потрясающе. Но вот чем мне не нравится мыло от Нести Данте, то они очень хорошо пахнут. Вот я просто открыла великолепный аромат. Мне все пахнет, как только открываешь. Но до первого мытья. Как только это мыло соприкасается с водой, потом оно перестает пахнуть. Не знаю почему, но вот такое бывает. Надеюсь, что вот с этим набором такого не произойдет, потому что очень хочется им пользоваться. Хочется постоянно слышать этот аромат. Если найду, оставлю вам ссылку на него тоже, где купить. Переходим к следующему продукту. А следующий продукт будет вот такой скраб. Мне его подарили. Я, честно говоря, не знаю, кто его производитель. Насколько я знаю, это производство наше, российское производство. И называется он Dream Scrub. Не знаю, где его купить, оставить ссылку не могу. Посмотрите, какая стеклянная баночка и с золотом. Обычно бывает не золото, а серебро. Но золотом красивее гораздо смотрится. Давайте покажу его вам внутри. А прежде скажу, что пахнет этот скраб бакарой. Кто любит аромат Фрэнсиса Куркджана Бакара Руш 540, обязательно обратите внимание свое. Если сможете найти этот скраб, на него. Очень пахнет бакарой. Вот, он такой красивый, переливающийся, сияющий. От него потом на теле потрясающее количество блесток. Если вы любите этот аромат, любите блестки, это прям будет прекрасной для вас продукцией. Единственное, что как скраб сам, мне он не понравился. Потому что здесь очень мало, как я понимаю, соли. И он жидкий. Соль растекается. В общем, как скраб. Вот, скрабирующего эффекта он не дает, ну, ровно никакого. Единственное, что это вот эта красота и питание. Питание, да, достаточно такое прямо жирное. Если у вас кожа сухая, вы любите попитать свою кожу прямо обильно, жирно, то он вам понравится. Мне, в принципе, не понравился. Как гель для душа, может быть. Или как гель, как какое-то средство для душа. Да, он интересный, прикольный. Как скраб, нет. Еще хочется мне вам показать вот что. Так как я вернулась к уходу в Априри, покажу сегодня лосьон. Лосьон из белой икорной линейки. Такой красивый. Он у меня в первый раз. Такой красивый показывает только упаковку. Давайте внутри покажу, потому что внутри он красивый. Вот такой. Он блестящий, прямо переливается. Очень красиво смотрится. Здесь вот такой дозатор, не знаю, как его назвать. Просто вот так вот выливается. Он больше похож на эссенцию. Это лосьон конкретно, не тоник. То есть нужно сначала использовать тоник, потом вот этот лосьон. Тоника у меня нет. Вот мне нужно сначала докупить еще теперь тоник. Но у меня есть другие. Но все-таки, наверное, голубой я куплю, потому что я очень люблю голубой тоник. От него действительно очень сияет лицо. И потом буду использовать этот лосьон. У него приятнейшая текстура. Я прочитала, что нужно использовать его на ватный диск. Но я использую его, наливая в ладошки. Так как ватным диском я протираю лицо именно тоником. Потом я просто наливаю в ладошки, растираю и вот так прижимаю. Аромат, ну вы все знаете эти ароматы. Лапрери такой же аромат и здесь. Пока не могу сказать о каком-то его действии, потому что я только его купила. А в подарок мне дали. Сразу же скажу, потому что могут сказать только один тоник. Вам подарок дали. Да, мне дали подарок, потому что у меня был день рождения. Я пошла и купила в этот день. Мне очень просто понравился цвет пакета, поэтому пакет вам показываю. Красивый, серый. Кстати, серый цвет и желтый будут в моде в следующем году. Итак, вот такая коробочка. И здесь три пробничка. Пробнички эти такие. Линейка Skin Coveer. Это фирмен комплекс. Это как раз ковровая дорожка. Потом ночная маска. Luxe Sleep Mask. И абсолютный филер, крем. Я пользовалась всеми этими продуктами. И ковровую дорожку я очень люблю. Это продукт, который я рекомендую к покупке. С него именно начать знакомство. С лапрери, если у вас ничего не было, обязательно начните. Это самый недорогой продукт в марке. И он шикарный. От него сразу же сияет лицо. Лосьон. И вот этот продукт. И ваше лицо будет просто неземным. Неземной красоты. Я же сказала, в следующем году будут модными вот эти цвета. Это желтый такой, золотой и серый. Видите, как у меня совпало. Еще я хочу показать вам шампунь от Haddad, который я недавно купила. Уже достаточно им попользовалась. И мне он тоже очень нравится. Но если говорить о том, какой мне больше нравится, все-таки восстанавливающий. Мне нравится больше. И мыть одинаково. Удовольствие получаешь в ванной. Абсолютно такое же, как и от того шампуня. Вообще для меня очень важно. Не только, чтобы эффект был красивый, но и получить удовольствие в ванной. Я просто не из тех людей, которые идут просто помыться. Надо помыться. У меня такого не бывает, что надо. Я иду за удовольствием. Ну, этот шампунь еще помимо того, что он приносит такое удовольствие, он еще и от выпадения волос. Ну, вот пока про это я опять-таки не могу сказать. Просто мне хотелось сказать, что лучше в сравнении. Лично для меня вот восстанавливающий. Я думаю, что потом, когда у меня закончится и этот шампунь и кондиционер, который у меня сейчас есть, я, наверное, куплю восстанавливающую линейку и шампунь и кондиционер. Еще хочу вернуться вот к этому, потому что я об этом забыла сказать. Это бальзам марка Mahalo. Заказывала я его на Naturel, по-моему, да, Naturel.ru. И это прекрасный бальзам, почему-то который так и не стал у меня жидким. Вот я же говорила, что я вижу у других он жидкий. Но, вероятно, у меня в комнате не так тепло. Хотя вот здесь рядом прямо отопительный прибор, но он почему-то не стал таким. И все равно мне он очень нравится. Я разогреваю его в руках, наношу на сухое лицо, делаю массаж, и он снимает самый стойкий макияж. И это приятное средство, потому что оно не жирное. Вот теперь я поняла, о чем говорила эта девушка, у которой я посмотрела. Это действительно нет жирной пленки, а вот вообще просто жирности. Сразу раз такое легкое молочко. Это очень приятно, потому что такие бальзамы часто грешат как раз таки жирностью, которая мне, например, она не нравится. Потом ты смываешь сначала макияж, а потом смываешь эту жирность. А здесь нет, шикарно. Даже просто он один очень хорошо смывается. Пожалуй, это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать, что показать, с чем познакомить. Я с вами на этом обращаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.